здравствуйте друзья сегодня закончились праздники 8 мартовские начинается обычная жизнь вот и мы с вами в моем компьютере вещь необычная такого то что здесь находится нет ни в одном ученом саду и самое удивительное что этого не может быть вот дело в том что случилось невероятное сибирь подарила миру самые морозостойкие сорта на уровне дикарей но эти дикари выглядят вот так так вот так вот так вот так вот так и вот так вот случилось невозможное как тоже это написал такое такое вот и невозможное возможно где-то на медали было выбито но так осталось воинского подвига а здесь вот мирный подвиг вот так случилось что появление книги которая описывает весь этот опыт она не стала бессиллером россии к сожалению почему потому что случилось так что это прямой вызов науки нашлись люди которые помогли как-то нет им не удалось обесчасть от меня потому что здесь нет никаких натяжек это все правда вот им удалось помизить мой как сказать то имидж вот это была невероятная страшная история на сайте на тот момент крупнейшие журнала научно-популярного писательное хозяйства под моей фамилии и под моим фотографии это писал как бы свои реплики человек такой псыни что сбежавший на какое-то время самостоятельно дома все это воспринималось серьезно а авторами на тот момент журнала были и доктора и синкоры и академики академии наук вот и там создалось мнение это и она потом даже где-то прозвучало проходимец а еще вот это при том что я абсолютно считаю себя честным человеком и порядочным который только раздавил десятки тысяч семян тысячи саженцев и они пошли по стране трюхвально но на фоне 23 миллионов дачи в садов и сотен тысяч сотен и тысяч научных садов это оказалось до сих пор пока капли в море вот так получилось и накрыли вот я сейчас таком положении что есть новая технология есть новая книга но мои как бы сказать имидж мой как бы слово из такой рейтинг не позволяет все это переиздать уже был случай когда было договорено что один чех кожи кабинет министра сельского хозяйства а не буду называть фамилию вот министр сельского хозяйства наш теперешний сегодняшний министр получит мою книгу вот эту вот лично в руки и с моим автографом она была через ленинград через это передано министру сельского хозяйства реакции не последовало и все это выглядит так есть доместители и советники помощник которые говорят которым сказано разберите что там какой должен быть ответ когда выйти за рамки невозможно поверить что все это реально невозможно для этого надо как бы вникать и вникать проще спросить у меня не авторитет авторитет знает одно как меня назвал крупнейший садовод россии по мере называть не буду садцева небесно идет все садоводов россии он назвал железово с трибуны шаманом вот такая предвидительная кличка то есть наверное все это наколдовано а я все листаю 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 вот как это случается настолько все очевидно и апофеосе у этого книга давайте теперь поговорим о ней она должна быть переиздана раз миллионным экземпляром два переименована она тогда называться современная энциклопедия садоводства потому что она отрицает все полностью и оказывается чтобы что они процветали нужно нет не что-то новое придумать а во первых вспомнить старые вот часть старого часть раз вновь открытая железом вот и надо отказаться от десятков губительнейших приемов основанных на том что почва неправильная и даже неважно какая она песчаная черноземная это самое суглинок глина что угодно она всегда неправильная и деревья всегда неправильные нет ни одного правильного дерева это исходит из технологии их улучшения то что миллиарды миллионы лет а можете уже миллиарды кто их там считал создавалось с нуля и до совершенных деревьев вот они видите вот они все это было названо неправильно приходится начинать фактически с нуля с этой книги ну давайте посмотрим это галерея вы увидели думаете это все там еще много лет просто раскрывать и терять время я уже не буду я уже не буду это сибирь подчеркиваю еще подлость была великая когда уже не подлась а глупость связано как это пренебрежение перепутать краснодарский края краснодарский край вы представляете все это помешало развитию давайте переходим к более конкретно вещам сегодняшние 9 марта конечно голова трезвая чистая без признаков вчерашних этих состолий получая вот это письмо сейчас дальше делаю сейчас увеличу он прям такой виде я его взял и письмо собрался копировать то есть потому что это заказ начиналось садоводчего луксин александр пишет пришлите книгу садоводцев доизборной судьбой тайны плодовых деревьев и вот он написал следующее она меня и заставила как-то подтолкнула написать делать именно вот этот фильм просьба подписать такую надпись российским ельниковским садоводам и не только прямо чтобы так я писал от садовода селекционера автора адаптивной технологии врачу и плодовых деревьев я никогда себя не называл автором адаптивный я называл себя автором альтернативный ну человек решил так что я автор адаптивной технологии врачи плодовых деревьев для континентальных климатических условий северной России Но грамотнейший мужик Северник Тамбова Представляете, здорово-ка Значит, он знаком с вами работал От садовода, то есть от меня Который не списал Опыт струдокладчиков Но вынес опыт и проверил Спасительное агропромышленное От суровых условий себе Сколько климата А свой опыт питомника Плата питомника Проверил путем проб и ошибок Гарантия тому Промороженные колени Когда-то лет 10-15 Отряжался на промороженные колени Привал только на коленях В конце зимы, начале весны Выращенные сады Результаты достойны плодовых книг И ваш автор Ну дальше Ксенков заказывает Знаете, тут есть Клон серопима Ой, если прям все показал Вы бы сама слышали Это те, кто первое видит Вот Посмотрите, сожмите руку в кулак И так получается следующее Мы сейчас Познакомимся с этой книгой И поехали И поехали И поехали Вот он меня Вот этот товарищ подтолкнул Вот еще как подтолкнул Смотрите Вот эта книга Видите Она называется Садоводство для избранных судьбой Тайны плодовых деревьев Будущая энциклопедия Уже Если наши когда-то придут Я не о политике Я о смене власти В садоводстве Вот Однажды Попубликовали несколько снимок Когда было заседание Огромное количество Участников заседания Академии наук И зал спал Вот Очень пожилые люди И зал спал Вот Обновление неизбежно Иначе нам никогда не избавиться От импорта Отравленных Ребята Я уже Я уже вырастил Прекрасные сады Причем Первые Сразу Первых лет Вот Одна из тайн Как сразу Вот из ничего Почему меня Не взобили Да потому что Я не знал Вот этого А потом Уже прошли годы Вот Десятилетия Я узнал что В среднем Сорок обработок Ядохимикатами За одной Ядохимикатами Ядохимикатами Короткое Чуть не сказал Оно даже на юге Короткое Ну Вы представляете Где-то не меньше Не реже Чем раз в неделю Опрыскивает сад Опять опрыскивает Опрыскивает Вот И одна из Прозвучала Следующая Я очень интересно Очень интересный Фильм посмотрел Он был снят в саду Нашего прекрасного Великолепного Садовода Фермера У него промышленный сад Он такой же В наклоновых подвоях Там понятно Что и капельный полив Потому что иначе Все это быстро засыхает Вот Сад конечно Весь изрезан Там есть определенные границы Иначе Не будешь резать Не будет качественных Не качественных нет А именно Назовем Калиброванных Крупных плодов Без специальной обрезки Вот И он похвастался Говорит Во-первых Он сказал Нам не везет Потому что Мы уступаем Мы не можем развиваться Потому что у нас В России Нет холодильных Установок Мы не можем До зимы Продержать Плоды Они портятся Вот У нас Нет охлаждающих Ну холодильников Попросту говоря Вот так как На западе И получается Что Лето Осень Не так Осенью Пока еще У нас Выбор Есть А мы Мы потеряем Конкуренцию У нас и бестоимость Уступает Импортным Вот там то все Отлажено Там для юга Вот Уступает А нам бы зимой Продавать Когда импорта Поменьше И мы могли бы Продать свои продукции Холодильных Установок Нет И вот он За то Внимание Почему я говорю Вдруг вам это неинтересно Зато у нас Всего Против Их Сорока Двадцать Восем Обработок Я подумал С одной стороны Да Надо покупать Наши Всего Двадцать Восемь Обработок Это я говорю И с восхищением И с иронией Понимаете Кто как может И после этого Мы сейчас Откроем Как бы Книгу А тут Много Красивейших Фотографий Причем Есть Просто Вот такие Как на обложке Да А есть Еще Это такая Богатая Иллюстрированная Книга Столько Где слюни Текут Но я В принципе Уже Вот эту Показывал Часть Эти фотографии Есть там Видите Вот Вот это вот Чудо И чудес И Наконец И Наконец И Наконец Здесь Все Секреты Наединого И мы Сейчас Будем Долго И Нудно Разбирать Их Итак Содержание Конечно Я Получше Знать Что Интересно Может быть Я в один Фильм Не вложусь 15-20 Минут И Слушатели Устают И голос У меня Нудный И сам Я Нудный Вот Надеюсь В хорошем Смоем Слово И тогда Может быть Будет Две серии И Самое Интересное Вот Что Я буду Не буду Я Может быть Кроме Одного Двух Случаев Когда Уже Действительно Нужно Показать Фотографии Вся Моя Агротехника Основана На фотографиях У меня Их Тысячи 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 Вот Доказательные Это знаете Я сейчас Заранее скажу Вот Это Звучит Ересью Невероятнейшей Вы представляете Когда Железом И в этой книге Это все доказывается Грибы Которыми Облеплено Дерево Больное Несчастное Ухи Лишайники Которые Вызывают Ненависть Которые Призывают Брать Щетки По металлу Вот Есть Еще есть Даже Это Еще страшнее Чем Щетки И наконец Тонны Миллионы Тонн Яд Химикатов И Железов Говорит Не надо Не трогайте Грибы Потому что Оно Якобы Неправильно А потом Борешься С последствиями Не трогайте Грибы Сделают Свою Работу Нет Никаких Патогенных Грибов Они Все Полезные Они Не просто За Ваши Ошибки Исправляют Превращая Уже Мертвую Ткань Уже Мертвую Превращая В То Что Называется Отходы Производства В конце Концов Это Ой Нет Сейчас Я Дальше Легче Читать Не буду Иначе Тронь Меня Но у У меня Было 225 Вебинаров 6 лет Да Занимаюсь Этим А ведь До сих пор Все Не рассказал Вот Это Особая Книга Вот И Есть Редактор Который Собрал Все Что Я Сделал Все Что Можно Было Вот Он Собрал Все Это В Отдельную Книгу Здесь Нет То Чем Меня Упрекали Вадим Мало Или Нет Точнее Нет Вот Это Где Я Вот И Как Сейчас Посмотрите Я уже Разговариваю Сколько Может быть Минут Десять А Вы Много Узнали Но Зато Я Более Менее Подвел Вас К тому Что Сейчас Я буду Расшифровать То Что Четко Понятно Было Изложено Книги Попробуем Попробуем Итак Саму Книгу Мы Открывать Не Будем Я Комментирую Только Содержание И Даже Когда Я Закончу А тут Мое Посмотрите Сколько Видели Вот И Когда Кстати Вот Павел Троценко Вот Его Данные Вот Это Значит Что Половина Я Обязан Благодаря Тому Что Он Сделал Из Моих Знаний Из Моего Опыта Хедевр В виде Книги Он Павел Николаевич Троценко Я Можем Смело Называться Автором Вот Каждое Это Как Молодой Мужчина Каждое Слово Отточено Итак Поехали Ой Знаете Что Я сейчас Сделаю Я сейчас Еще Несколько Минут А Поддержать Вас В неведении Потому Что То Что Я Буду Рассказывать По Одно Две Минуты Тратить На Каждое Это Название Что Такое Больше Нет Климатических Зон Вы Уже Догадываетесь Я Живу В Сибири А У меня Название Понимаете Почему Нет Климатических Зон Потому Что Я Отменю И так Далее И выбор Места Для Сада Это Что Пустяк А Если Еще Нет Сада И Сразу Хочу Вот Такое Знаете Как Трудно У меня Серный Склон У меня Постоянно Ветра И Вот Да Я Сейчас Так Общими Фразами Поговорю А Потом Будем Конкретно Наверное Под Названием Серия За номером Два А Пока Серия За номером Раз Не Закончилась Вот Послушайте Я Дружил Ну Считайте Сейчас Дружил Хотя Он Уже На Небе Далека Работает В райском Саду Царство Его Небесное Чернышов Валерий Петрович Вот Я С ним Дружил А И Вот Он Мне Каждый Год Валерий Константинович У нас Саратов Три Года Опять Нет Урожая Абрикосов Четыре Года Нет Урожая Абрикосов Пять Лет Нет Урожая Абрикосов Да Что В Такое У меня Из Этих Пяти Лет Четыре Были Урожаи Я Не Каждый Год Сибирь Четыре Года Были Три Обильных Вот Таких Один С Такой Слабенький Один Пустой На Сибири Это Уже Рекорд Вот Так И Тогда Он Сказал Так Тридцать Градусов Мороза И Сильные Ветра Вот Это Он Назвал Причину И Вот Тогда Я Понял Что Это Для Европейских Абрикосов И Есть Предел А Если Добавить Вот Эту Жуткую Страшную Картину Под Названием Улучшение Кроны Плодовых Деревьев И Подступает Уметь Дикий Ужас Когда На Моих Глазах Творится Невероятное Сейчас Покажу Я Как бы Пытаюсь Обосновать Для чего Нужна Моя Книга Представляете Что Творится Вот Здесь Вот У У меня Есть Особая Папка Она Еще Не Полная Когда Она Будет Полная Это Уже Нюрнер Процесс Уже По Отношению К тем То Научил Всю Страну Уничтожать Деревья Знаете Что У нас Было Феномен Саиногорского Садоводства Я так Назвал То Есть Какой-то Момент 5-10 лет У нас Были Лучшие Сады В России Ни Один Ни В одном Ни Нигде Никогда Не было Ничего Подобного А потом Все рухнуло Когда Начали Читать Эти же Самые Научно Популярные Книги И Начали Улучшать Деревья Вот Тогда Рухнуло Наше Садоводство Ну А дальше Вы знаете Что творится Дальше Грабежи Бесконечные Дачи Руки Опущены Какие там Сады Что Оббирали Сады Ведрами Ведрами Абрикосы Яблони Груши Тащили На рынок Люди Бедные Отчаявшиеся Плюс Бечевье И Это Одна Причина Вот И Выкапывали Такой Дикий Грабеж Ладно Крышу Снимали Двери Выносили Окна Электропроводку Насосы Оконные Рамы Все Выносили Люди Приезжали На дачу А там Зияли Черные Картошки И вот Тогда Все Рухнуло Вот Это Тот Перевод Который Называется Ах Не буду я В политику И вот Посмотрите Еще сюда Это я пока Отвлекся И не искал Вот сейчас Ищу У меня Здесь Фото СМИ 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 Слово СМИ Вот Еще раз Уникальная Коалиция Равных Нет Во всей России Вот так Начинало Уничтожать Деревья Преусадебное Хозяйство Я Оговорился Уничтожать Все Это Связано С Огромным Количеством Ран И смерти Это Россия Она Холодная Вот Но я Конечно Не буду Каждый Это вам Показывать Вот Моя Любимая Фотография Я скопировал Прямо Из этого Из популярного Журнала Это Придумать Чтобы До высоты Примерно Полтора Два Метра Уничтожить Все Бедки А как Туда Пойдет Сок Они Думают Об этом Они Вообще Ни о чем Не думают Не знают Редактора Таких журналов Ничего Не знают Ничего Не умеют Вот И в этом же Журнале Еще Обрезка Летняя Осенняя Зимняя Вот И опять Меня унесло В сторону Опять Меня унесло В сторону Боже Мой Сейчас Надо Закончить Вот Вот это Все Уничтожение Дерев Вот это Уничтожение Корней Это Специально Уничтожить Корни Это Классики 19 века Мы считаем Классиками Они считаются Непогрешимыми Их данные Их мнения Их опыт Считается Истинной Последней Инстанцией И они учат Уничтожать Деревья И с тех пор Больше 100 лет 100-150 лет Вы представляете Ну Пришлось Мне вмешаться Пришлось Вот это Вот Стать Смотрите Я специально Иван Мичурин Видите Его орден Здесь Написано И Иван Мичурин А вот Это Мой Орден Почувствовали Схожесть Наша Только Я Получил Этот орден За работу В металлургии Меня до сих пор И Меня же Ты Он же Металлург Как Ату Его Как он Посмел Думать Это все А вот Это что Вы представляете Взять Обрезка Корней Дерева Через Твердый знак Видите Через Месяц После посадки Посадить Перед этим Обрезать А Все Тут столько всего Я боюсь дальше продолжать Вот Я только хотел показать С какой ненавистью Относится К этим Кветкам То есть Я пытаюсь Заказать Для чего нужна книга Темирязевская академия Это их сайт Видели Вот Сейчас они возглавляют Эту Бесконечную Работу По Обучению Как научить людей Как уничтожить деревья Вот Ненависть к муравьям К разумнейшей Сивилизации Ненависть Это они строят дом Строят Шьют Специально шьют Это муравьи Швеи Это их настоящий Построенный Их Мозгами Их Руками Лапами Том Вот Они шьют Родильное Деление Готово Как Можем Уничтожать Все это Чем Думали И Бесконечно Я Производ Так Про них Это самое Столько Раз Я про это Говорю Выгрести Всю Траву Весь Все Листья Обеспечить Голод Червян Потом Тыкать Вилами С таким Расчетом Что Чтобы Небольшого Часа Несколько Тысяч Раз По их Совету Ткнуть Вилами Чтобы Якобы Кислород Подать А на самом деле Уничтожить Всю подземную Инфраструктуру И это 21 Век И это Центральное Телевидение Ну А Это Еще Не Все Потом Взять И до Конца Уничтожить Дерево Вот Смотрите Вот Смотрите Вот Смотрите Вот Смотрите Даже Решифровывать Не Надо Ладно Я Хотел Показать Еще Много Дури Вот Это Вот 900 Тысяч Просмотров А На самом Деле Уже Почти Три Миллиона Просмотров А Они Все Учат Вот Этого Уничтожить Дерево И Тогда После Этого Всего Мне Нужно Фактически Закончить Этот Разговор Вот Потому Что Назовем Это Серия Номер Раз Вот И Вам Это Ничего Не Приснилось Проверьте Щипайте Если Сейчас Ущипнете Себя И Увидите Что Это Ранетки Тогда Значит Вам Действительно Приснилось А Если Вы Ущипнете Себя Похлепче До Боли Увидите Что Все Это Существует Что Все Это В наличии Имеется И В Сибири Тогда Надо Будет Сделать Так Я Не Гру Купите Книгу Их Осталось 500 Экземпляров Вот Помаленечку За Несколько Но Дело Не В этих Пятьсот Экземпляров А Когда Мы С Курдюмов Написали Книгу Которая Называется Я Савтра Забыл Как Называется Хитрый Сад Хитрый Сад Хитрый Сад Вот Дожил Ну А Теперь Не Име Значения Как Она Называется Знаете Почему Когда Было Выпущено 10 Тысяч Экземпляров Курдюмов Меня Поздравил Савтра И Сказал Мы Совершили Переворот Науки Он Выпускник Имирязевской Академик Кстати Вот Он Ученый Агроном Но В прошло Время Оказалось Никакого Переворота Нет Как Учили Терри Так И Учим Ну Что Ждем Вторую Серию Давайте Я Надеюсь На Вас Вот А И Для Чего Я Так Не Бер Ничего Нужно Нужно Миллион Экземпляров Уже И Министр Северского Хозяйства Не Помог Значит Пройдя Через руки Помощников У него Помощники Не те А может Быть Еще Изучают А вдруг Подождем Вот Ну Я Сколько раз Обращался К президенту России А вдруг Дойдет К президенту Белоруссии Хотел Через Белоруссии Войти В России В России Уже Как сказать Заднего Крыльца Ну Не Получилось Там Тоже Самое Вежливый Ответ Восхищение Книга И У нас Регламент Мы Ничего Поделать Не Можем То есть Один раз Написали Что деревья Без обрезки Не могут Жить Больше К этой теме Возвращаться Они Не собрались Все Первая серия Закончена Вот До свидания